За рулем езжу по одной трассе, и однажды появляется разделительная полоса со стойками, ну, сиестр с большого кольца, и появились стойки, разделяющие два потока, ну, естественно, они же просто так не могут появиться, да, и есть решения, есть нормативные документы, да, есть все согласовано, а когда подъезжаешь, ты понимаешь, что ты проехал, а каждый сотый человек будет эти стойки сносить и будет биться в эти стойки, что они здесь вообще, ну, как бы логически не нужны, можно было любые сценарии придумывать, но нет, это вред. Это отдельно взятый индивидуум выступил с инициативой, у него в мозгах вот это вот произошло, и это привело к дальнейшей цепочке в действие, когда сделала, ну, произведена на свет, очевидно, глупая вещь, создана аварийно-опасная ситуация в потенциале, на постоянной основе за счет средств налогоплательщика, то есть в интеллектуальном плане очень много инициатив, в том числе законодательных, в том числе просто бюрократических, которые осуществляются определенной группой лиц, которые не представляют, не могут просчитать последствия. Ну, и наша страна, ну, уже разгребает эти последствия на постоянной основе, мы их, как бы, инициативные товарищи нам это выдадут, инициативу. Меня в этом плане все время, ну, забавляет политика в плане льгот. Моя позиция такая, мне кажется, что надо льготы давать деньгами. Если можете давать денег, давайте денег сразу людям, и они уже определятся, потому что, ну, гонять транспорт, субсидировать, ну, допустим, если мы делаем бабушкам бесплатный проезд в общественном транспорте, надо понимать, что бабушка будет через весь город, ну, каждая десятая бабушка будет через весь город ехать на другой конец, чтобы взять булочку хлеба на 4 рубля дешевле в каком-то магазине. Это она будет делать каждый день, если ей просто дать денежек вместо льготы на транспорт, заменить льготу на транспорт рубликом, какой-то суммой. Бабушки уже не будут ездить тратить денежки, и бабушки будут лучше себя чувствовать. Вот этих простых прокатов транспорта не будет, все будет двигаться в более системном виде. Есть, конечно, меры, какие-то позиции исключительные, когда там очень дорогие лекарства, ну, в этом плане, это надо индивидуально уже в плане льгот решать, но вот общую массу, большинство льгот нам надо превращать в рублевый эквивалент и помогать людям деньгами, а не абстрактными льготами, потому что на экономику страны это влияет негативно, отрицательно, и понижает общий социальный баланс, потому что не все люди в силу образа жизни, в силу характера, каких-то личных особенностей могут пользоваться тем, что дает государство в социальном плане. И, скажем, отдельная категория людей будет всегда иметь доступ к каким-то благам, а какие-то люди в силу скромности или особенности воспитания, или особенности психики никогда к этому доступ не получат. Поэтому, если все-таки этот аспект как-то регулировать и как-то формировать, считаю, что надо льготы наши переводить в рублевые эквиваленты, просто делать людям материально поприятнее, чем по-другому. С вами был Виктор Катючек, телеканал «Научный трибунал». Сегодня просто поболтали.